Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! С праздником! С началом учебного года! Парадная форма, банты, в руках цветы и воздушные шарики. Линейка в День знаний – событие особенное для всех ее участников. Родители собрали в школу ребят. Суета перед учебным годом закончилась. Впереди уроки и новые открытия. На линейку в гимназию номер 6 приехал губернатор Ульяновской области. После слов приветствия глава региона отправился на экскурсию в обновленную школу. На ее базе открылся детский технопарк «Кванториум». В лаборатории робототехники ребята уже занимаются. Робота VEX IQ я не создавала. Я только научилась им управлять. Но это действительно интересно. Мне уже это нравится. Я рада тому, что у меня это все получается. И думаю, что в будущем будет выходить намного лучше. Алексей Рубских ознакомился с научными лабораториями. Побеседовал с ребятами из кружка робототехники. Сейчас восьмиклассники работают на китайском оборудовании. Глава региона предложил юным инженерам создать отечественные аналоги. Безусловно, именно с таким пожеланием я и обратился к ребятам, которые здесь занимаются. Ничего такого сложного нет. Сейчас осваиваем мазы, понимаем, как это все работает и создаем свое российское. Новый технопарк будет участвовать и в учебном процессе, и в системе дополнительного образования. Технологии, биология, химия. Преподаватели этих предметов теперь могут вести уроки на базе Кванториума. У нас открытое направление – это биоквантум, робоквантум, то есть это робототехника, хай-тек-цех, это станки деревообрабатывающие, 3D-принтеры, граверы. Также у нас будет открыт беспилотный квант, квант беспилотных летательных аппаратов, где они будут собирать, программировать их, учиться пилотировать. В России в этом году откроется 30 подобных Кванториумов. Ульяновский – это второй технопарк. Первопроходцем в программе был лицей номер 102. Минувшим летом в сельских школах также произошли положительные перемены. У нас в селе 4 школы получили новые спортивные залы. Если посмотреть в динамике и на перспективу, то нам осталось буквально около 10 спортзалов отремонтировать в сельской местности, и мы этот вопрос закрываем совсем. И ремонт в учебных заведениях и закупка оборудования входит в национальный проект образования.